В Ленске на открытом турнире «Автоледи» титул самой быстрой и техничной оспаривали 24 девушки. Трек в этом году отличался повышенной сложностью. Сюжет Дмитрия Вильчевского. Свои водительские навыки девушки показывали на трассе. Но перед этим организаторы оценивали и их творческие способности. Машину девушкам нужно было не только красиво украсить, но и интересно представить. Весна навеяла цветы, птицы. Ну и решила представить как-то нашу команду и зачитать стих, поднять настроение. Одно из обязательных условий для прохождения гоночного трека – наличие в кабине штурмана. У некоторых участниц эту роль выполняла подруга, а кто-то выезжал в сопровождении мужа, выступавшего также главным наставником, поддерживающим в трудную минуту. Очень переживала, боялась, до сих пор как-то мандраж есть. Записал меня буквально муж вчера пол седьмого вечера. Поэтому, надеюсь, что выиграю. Без серьезного настроя на трассе делать нечего. Для того, чтобы победить препятствия, нужно было проходить без ошибок и на большой скорости. Иначе нельзя, ведь в гонке дорога каждая секунда. Но тяжелые подъемы и опасные повороты давались девушкам непросто. В этом году трасса длиной в полтора километра. На ее подготовку у организаторов ушло две недели. Трасса изобилует поворотами, есть трамплины, есть кольцо для движения задним ходом, есть упражнение заезд в гараж. У нас две змейки, скоростной участок. То есть она более интересная получила трасса. В результате подсчитанных нарушений и времени прохождения трека определились победители. На первом месте оказалась Оксана Журавлева. Девушка победила с результатом 3 минуты 58 секунд. А в конкурсе на самое гламурное авто, как ни странно, победила Анастасия Чуева и ее автомобиль Ниссан Мистраль, оформленный в виде танка.